Я хотел еще поговорить про объектно-ориентированное программирование в Python, в частности, потому что на самом деле есть некоторые вещи, которые я от вас все это время скрывал, и, наверное, сейчас пришло время сказать правду. Например, кто такие те самые объекты, про которые я всегда говорил, что они ведут себя как список, но не список. Но прежде чем мы поговорим про это, тема лекции будет еще про объектно-ориентированное программирование, и давайте поговорим про штуку, которая называется «наследование». Вот смотрите, в прошлый раз мы создавали какой-нибудь класс, но давайте, пусть у меня будет класс «user». класс. Пусть у него будет какой-нибудь «нит». класс. Я, может быть, даже сделал чуть-чуть попроще класс, чем в прошлый раз, просто чтобы не печатать много. класс. Спасибо. 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 Ну, хорошо. Давайте еще какую-нибудь одну функцию добавим. Спасибо. 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 Я, наверное, не говорил, но если у вас есть длинная строчка, то вы можете ее разбить вот так. Просто пишите одну строчку и пишите другую строчку, безо всяких знаков пропинания между ними. Если у вас есть просто две строчки, которые идут вот так, то они автоматически объединяются. Поэтому вот здесь вот я внутри принта просто написал две строчки, и он их просто объединит. Давайте создадим пользователям. Нормально. Вроде работает. Нет, не работает. Нет, потому что нужно сделать вот так. Все работает. Нет, потому что не нужно здесь. Все, теперь работает. Окей. Значит, мы придумывали так, что это сложно. то у нас будут какие-то пользователи, которые будут делать социальную сеть, и вот у нас будут пользователи, и как-то они там будут между собой взаимодействовать. Но дальше может возникнуть задача создавать какие-то классы, которые будут, с одной стороны, обладать теми же самыми функциями, которые будут обладать класс юзер, но при этом обладать еще какими-то дополнительными функциями. Ну вот представьте себе, что я решил создать отдельный класс пользователей, которые являются администраторами. Ну я не уверен, что это хорошая идея с точки зрения дизайна приложения, но допустим. И вот я хочу создать класс админ. И в принципе я мог бы сказать, что кто такой админ? Админ, допустим, такой пользователь, у которого есть дополнительная функция, он умеет банить других пользователей. И в принципе я мог бы просто скопировать весь этот код в новый класс и сказать, что вот у меня класс админ получается из класса юзер после добавления каких-то новых функций. Но копировать код программисты не любят, и поэтому вместо того, чтобы заставлять разработчика копировать код, в питоне есть синтаксис, который позволяет создать новый класс, который, как говорят, наследует от какого-то существующего класса. В данном случае я создам класс админ, который наследует от класса юзер. Ну вот то, что он наследует, пишется вот здесь вот в круглоскобках. Это немножко похоже на вызов функции, но это не вызов функции, а это просто такой способ сказать, что вот этот класс, который мы сейчас создаем, является потомком вот этого класса, который мы сделали раньше. нашим, но являясь наследником. Соответственно, давайте сделаем сейчас пока что самый простой класс админ. Субтитры создавал DimaTorzok вот видно, что несмотря на то, что я вообще ничего не написал внутри класса админ, видите, вот я написал здесь pass, pass это ничего, это пустой оператор, который ничего не делает. Вот, видно, что несмотря на это тот класс, который я сейчас создал, экземпляр класса админ, он обладает всеми функциями класса юзер. Но, правда, когда я попросил просто вывести мне, кто такая Элизабет, мне написали вот такую вот штуку. Но, на самом деле, это неправда. Если я спрошу, какой у Элизабет тайп, то видно будет, что это админ. Кстати, а почему высветилось именно вот так? Почему вот эта вот штука не знает, что это на самом деле класса админ? Ну, да, потому что что произошло? Значит, когда я сделал вот такую вот штуку, он просто как бы скопировал все те методы, которые у меня были написаны здесь, он скопировал как бы в новый класс. И, в частности, вот этот метод rep, с помощью которого мы можем посмотреть на то, что за объект, с которым мы работаем, тут был написан юзер, значит, он в новом классе тоже написан то же самое. Но, в принципе, я могу это исправить. То есть, я могу вот в этом новом классе написать новый rep, который будет использоваться вместо rep класса предков. Допустим, я здесь напишу, что пусть он все-таки понимает, что это админ. Вот, теперь как-то получше стало. Ну, и давайте добавим новый функционал, давайте добавим функционал бан. Ну, и давайте просто сделаем так. Ну, и давайте просто сделаем так. Еще раз я выполню эти строчки, чтобы у меня применились соответствующие изменения. И теперь вот у меня у Элизабет есть метод бан, Элизабет может забанить бонда. И теперь у меня бонд забанен, а в обратную сторону не получится, потому что бонд не обладает таким методом. Вот, вот такой механизм, механизм наследования. Он, в принципе, присутствует в том или ином виде в большинстве объектно-ориентированных языков программирования. Даже в JavaScript что-то такое прикрутили, похожее на обычное наследование, хотя там совсем другая парадигма вообще всего объектно-ориентированного. Вот, но там, если вы проходили Java, то, скорее всего, вы с таким тоже сталкивались когда-нибудь в C++ или еще что-нибудь. Вот. Значит, на самом деле, если я сейчас... Вот с наследованием связана такая важная вещь. Если я посмотрю сейчас на Type Elizabeth, то видно, что у нее Type Admin. Но если я спрошу, правда ли, что Elizabeth Admin, это правда. А если я спрошу, правда ли, что Elizabeth User, как вы думаете? Это тоже правда. Потому что, ну, как бы, если я человек, то это не отменяет того факта, что я млекопитающий. То есть вообще стандартный способ в книжках по программированию вводить наследование классов, это сделать там какой-нибудь класс Animal, а потом отнаследовать от него классы Dog, Cat и еще какой-нибудь и Snake. Ну, то есть, как бы, предполагается, что наследование, оно должно быть устроено как-то так, что оно должно уточнять как-то свойства той сущности, с которой мы работаем, но при этом объект, который относится к классу наследников, он одновременно относится ко всем своим классам предков. И тут, на самом деле, когда мы вот это узнали, тут, на самом деле... Можете юзера показать, пожалуйста. Да, давайте. Значит, я сначала создал класс юзер. Вот он. Все, все, все. Больше ничего показать не надо. Вот. Тут, на самом деле, открываются всякие интересные штуки. Можно ли удалить функцию? Не уверен, что можно удалить, но, в принципе, вы всегда можете переопределить функцию так, чтобы она перестала работать. То есть, вот, например, если вы хотите, чтобы в классе админ функции sayHello как бы не было, я не знаю, можно ли это на уровне класса, можно ли на уровне класса ее удалить, но можно, например, сделать что-нибудь вроде вот такой штуки. Значит, вот я переопределил функцию sayHello в классе админ, и теперь вместо того, чтобы говорить hello, она будет возвращать исключение. Ну, собственно говоря, давайте еще раз попробуем это сделать. Вот. Значит, у меня сейчас Элизабет вместо того, чтобы говорить hello, возвращает исключение not implemented error. Это стандартный способ. Если вы как бы написали какую-то функцию, про которую вы понимаете, что, например, вы хотите сделать какой-нибудь функционал, который вы когда-нибудь хотите сделать, но еще не сделали, а место под него хотите как бы заранее зафиксировать, то вот это стандартный способ показать, что конкретный функционал, конкретная вещь, она пока что не реализована, ну, или, может быть, когда-нибудь реализована. Вот. Но это, отвечая на вопрос, можно ли что-нибудь удалить. Окей. Давайте я покажу дальше какую-нибудь интересную штуку, например. Как вы думаете, является ли true частным случаем int, частным случаем числа? Ну вот оказывается, что да, true и false – это частный случай int, что вообще булевский класс в питоне наследует от словочисленного класса. И поэтому, несмотря на то, что true – это тип у него булл, но тем не менее, если я спрошу, правда ли, что true – единица, это да. Если я спрошу, чему равняется true плюс true, то это 2. А true умножить на 1 – это 1. Это иногда бывает очень полезно. Например, представьте себе, что вы хотите посчитать, ну, вот, скажем, у вас есть какая-нибудь такая задачка. Помните, мы в какой-то момент решали, в какой-то домашке мы решали задачку, типа, посчитать количество делителей данного числа. И можно было это сделать как-нибудь так, скажем, вот просто эти делители все перечислить. Что у нас там было? Ну да, конечно, деление на нос. Но если меня интересует только количество делителей, то я мог бы сделать по-другому немножко. Но это вряд ли было бы сильно эффективнее, но может быть чуть более прозрачно. А может быть и нет. Я мог бы сделать такую вещь. Видите, я написал это условие не после if, а я просто вот здесь написал. Ну, хорошо, ладно. Давайте я считаю, что я пока этого вам не показывал, а пока что я вам показывал вот это. Давайте вот так. Значит, что здесь произошло, когда я вот такую штуку сделал? Значит, ну вот, что это за список получается? Список он исчез. Список is true, false, да. И поскольку true это единица, а false это 0, то когда мы считаем его сумму, то мы как раз считаем количество тех элементов, которые единицы. В общем, в разных ситуациях оказывается, что такая интерпретация true как единица, а false как 0 бывает полезна. Вот, ну хорошо. Давайте. Если вы хотите проверить, правда ли, что какой-то класс является потомком какого-нибудь класса, например, правда ли, что бул является интом, то это можно сделать вот так. Из instance проверяет конкретный объект, относится ли он к данному классу, а из субкласс проверяет, правда ли, что один класс является потомком другого. Но при этом, например, вот с точки зрения математики было бы логично, если бы, например, инт был бы под классом флота, но это неправда. Нинд не под класс флота, ни наоборот. Вот. Ну хорошо. Давайте покажу еще одну ужасно приятную вещь. Значит, вот, когда мы создавали такие классы, типа юзер, очень часто приходится начинать с того, что вы вот так перечисляете, какие у этого класса есть атрибуты, какие у него есть поля, и вам, как правило, приходится каждый раз писать одно и то же. Как правило, приходится писать init, который выглядит вот так же, как вот это init, писать репр, который выглядит вот так же, как и этот репр. И это все довольно утомительно. По счастью, разработчики Python сделали штуку, которая называется Data Class. И это штука, которая позволяет сильно упростить написание классов, которые устроены неким вот таким более-менее стандартным образом. Значит, допустим, у меня, ну вот, например, я хочу сделать какой-нибудь класс, скажем, двумерную точку. Я могу это сделать вот так. Значит, тут некоторый новый синтаксис. Видите, я здесь перед словом Data Class поставил собачку. Эта штука называется декоратором. Я сейчас не очень хочу погружаться в детали, кто такие эти декораторы. Но это просто некоторый способ применить некоторую магию к тому объекту, который определенно ниже. В данном случае я говорю просто, я использую этот самый декоратор Data Class. И он меня сделает из класса, значит, вот из вот такой вот штуки, которую я сейчас написал, фактически это некоторая заготовка для класса. Я здесь просто сказал, что у меня в классе Point2D будет, будут два атрибута, x и y, и оба являются флотами. Но у меня автоматически возникают, значит, у меня автоматически есть конструкторы. причем я могу посмотреть, видите, у меня сразу же написано, я могу посмотреть в справку по этой Point2D, которую я не писал, он мне сразу подсказывает, что у меня есть x флот, y флот. Я могу, дальше вот я сделал точку P1, я могу ее распечатать. Более того, я могу, кажется, сделать… здесь еще были полезные штуки. Так нельзя, а вот так… Так тоже нельзя. Хорошо, а так… Наверное, это из даты класса можно импортировать. Значит, могу вот так превратить мой объект в кортеж, могу его превратить в словарь. Ну, в общем, такой довольно удобный способ хранить данные. В более структурированном виде, чем это делают словари, но при этом не сильно более сложным с точки зрения создания такого класса. Значит, если вы, опять же, когда-нибудь работали с чем-нибудь типа C, C++, там есть штука, которая называется struct. Вот дата класса – это что-то очень похожее на C-шные экстракты, минимум кода, который нужно написать, чтобы она заработала, и при этом… Ну, теоретически, конечно, вот если вы хотите создавать точки в двумерном пространстве, вы можете каждую точку кодировать там, я не знаю, словарем, у которого есть запись X и запись Y, запись с ключом X и запись с ключом Y. Вот. Но тогда, если у вас где-то внутри кода появится точка, у которой есть какие-нибудь другие записи, которые вам не нужны, ну, вы можете не заметить, что у вас какая-то ошибка. Все-таки вот такой вот подход, он более структурирован. Вы сразу описываете, какие у вас бывают записи, и более того, если вы сейчас попробуете добавить сюда что-нибудь еще, то, скорее всего, это не заработало. А нет, заработало. Ну, вот. Обидно. Ну, ладно. Ну, это я просто показываю, что можно по-разному эту штуку вызывать, что они как бы именованные. Ну, это не страшно. Он умеет конвертировать. Ну, то есть, окей. Это страшно, но не очень. От того, что мы здесь написали, что они флоты, на самом деле, ну, я говорил, питон странненький. Тут работает. Но в питоне считается, что вы можете модифицировать объект более-менее как хотите после создания. Вы можете, например, вы можете делать еще… А? Оно давалось конкретному объекту. Оно давалось конкретному объекту. То есть, вот если я сделал, вот если я сделал, значит, вот так, а потом сделал вот так, то в Q, конечно, никакого Z нет. Как не было, так и нет. Ну, на самом деле, если вы хотите что-то совсем странное, то можно сделать, то можно сделать что-нибудь. Вы можете попробовать. Только перерываться. making ими, так сказать, что они. буду sackенство о чём, а затем разделить задательноеطпuan со пластичей со смат. Хорошо, тогда вот так. И вот так. Мне получится первый, темно. ну да никак она не понимает сейчас ладно как то это тоже можно сделать но но хорошо можно сделать так то есть я добавил метод в конкретный 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 объект конкретный экземпляр классы вот у п нет но но то есть короче говоря питоновский объект такая совершенно пластилиновая штука вы можете из них чего угодно делать в процессе работы это может быть не очень хорошо но но иногда бывает полезно нет это просто это просто фича питоновских объектов но я говорю то что и если у вас сишна и если у вас там си плюс плюс или джавовый опыт то питон вам может показаться штуку ужасно такой аморф нахи она не накладывает как правило никаких ограничений разработчиков вот на хорошо ну как посмотреть местами минус местами не минус ну то есть способ выстрелить себя в в питоне гораздо больше чем си плюс плюс хорошо давайте еще одну штуку покажу смотрите значит давайте все таки давайте все таки поймем кто такой например zip вот скажем скажем у меня есть два списка вот такой этот zip ну давайте давайте сделаем из него список посмотрим что там внутри ну хорошо мы так знали что это но давайте предположим что я не разглядел что там внутри хочу еще раз посмотреть да а значит на самом деле zip это что которая называется итератором а итератор это это такой объект у которого можно попросить дать дай мне следующий элемент то есть как бы итератор это предполагается что это ну да в простейшем случае это какой-то какая-то штука типа типа списка но не список а вот та часть списка которая в ответ на просьбу дай мне следующий элемент его выдает собственно говоря давайте реализуем собственный итератор какой-нибудь простенький для того чтобы реализовать итератор нам нужно сделать класс у которого есть метод итер нет не мини-итер next это тоже нужен но нам сейчас нужен next и давайте сделаем что-нибудь странное странное но не настолько странное и это мне тоже нужен и он должен вернуть так где я ошибся класс 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 так но не настолько странно и давайте теперь сделаем ну вот так вот опасно это оставлять давайте мы все таки остановимся в какой-то момент смотрите что произошло а я сейчас создал класс магитор который устроен так а значит вот всякий раз когда его просит выдать следующий элемент он возвращает единицу а дальше я попробовал перебрать элементы из этого итератором но я понимал чем дело то грозит и поэтому на всех случаев подстраховался и сказал что если элементом будет больше десяти то нужно цикл заканчивать а но в общем вы можете догадаться что было бы если бы я этого не написал ну вот когда я рассказывал про цикл while я говорил что он немножко опасный потому что как правило есть шанс что вы забудете там написать какую-нибудь команду которая будет что-нибудь менять и в результате у вас вайл зациклится потому что у вас никогда не будет реализованы условия которые вайл написаны ну точнее наоборот всегда будет реализованы оказывается что цикл for в питоне тоже может зациклиться вот то что сейчас написано если бы не было вот этого условия то это был бы бесконечный цикл потому что вот этот итератор а который итератор класса myiter он каждый раз возвращает единицу то есть это как бы такой массив в котором бесконечное количество единиц можно про него думать в каком-то поближе не так вот понятно что толку такого итератор немного но зато как видите он работает а значит ну просто мне нужно было сказать что вот после там десяти десяти раз чтобы он бы вышел из этого цикла for иначе иначе на чем у нас будет бесконечный цикл я и увеличиваю на единицу каждый раз и это просто это просто страховка вот зацикливаем вот а значит вот это вот функции итер но дело в том что итератором положено иметь функцию итер которая возвращает self а это нужно потому что ну сейчас сейчас объясню почему пока что давайте считать что это некоторая странность питона одна из многих а давайте сделать более полезный итератор давайте сделаем давайте сделаем такой итератор который называется condone значит мне нужно сделать генит мы бы в принципе могли класс на итер сделать мыши наследования и просто у него переопределить next да могли бы да значит давайте сделаем так если сл от n больше нуля больше либо равняется мы сделаем такую вещь от n мы уменьшим на единицу и вернемся а а иначе сделаем вот такой что и и а и и и и и и вот смотрите то есть получился такой итератор который считает от того числа которым мы ему передали до нуля и после этого заканчивать выдавать объект смотрите как он устроен ну во первых у него есть внутреннее состояние которое помнят ну вот как бы итератор это объект который умеет говорить дай следующий элемент в частности если внутри этого итератор нет никакого конкретного там массива еще чего-нибудь конец списка который хранит все элементы но он должен по крайней мере понимать как он как при разных запусках он должен хранить состояние о том что было в прошлый раз вот в данном случае я использую переменную использую атрибут n для того чтобы помнить сколько еще считать после каждого после каждого вот этого вот next это самая штука уменьшается на единицу и это позволяет ему как раз выполнять свою функцию то есть в отличие от вот этой вот штуке предыдущей которая у нас возвращала сплошные единицы вот этой вот штуки вот такой итератор каундаун он каждый раз выдает новое число вот можно сделать можно сделать страта который будет вводить чисто фибонач них по а значит как только итератору нужно сообщить что все он закончился вам нужно сделать вот такую вещь значит запустить как-то вызвать вызвать исключение которое называется стоп итерейшн стоп итерейшн это специальное исключение которое ровно для этого нужно для того чтобы итераторы могли сообщать а что они закончились а потому что иначе непонятно как цикл for поймет что он закончился вернуть итератор может что угодно нет никакого специального значения которое он мог бы вернуть чтобы сообщить что он закончится поэтому вместо вместо этого используют исключение а ну смотрите здесь вот у этих вот те три функции которые я здесь сейчас определил это некоторые специальные функции которая не абстрактной функции этого класса которые мы придумали что они тут должны быть а это функции которая прописана прямо вот в языке а поскольку мы хотим реализовать итератор то нам нужно чтобы у этого итератора был бы метод который вот нас называется вот так мы можем сюда добавить еще какой-нибудь еще какой-нибудь метод допустим вот я добавил к этому итератору метод который я уже сам придумал его название поэтому безо всяких нижних точек нижних подчеркиваний я сам решил что этого итератора будет метод называется шоуэн никто никто этого не ожидают от меня просто я так захотел а ну так стало а и есть ли такой какие методы какие методы тут бывают но можно просто открыть документацию питон и посмотреть что там вообще бывает но в принципе как правило если вы понимаете чего вы хотите сделать то вы знаете как это сделать если вы не знаете то она вам и не нужно если бы до тех пор пока мы не знали что бывают итератор и нам не нужно было знать про то что про то что бывает вот такой специальный метод на есть какой-то способ проверить что у нас в итератором то есть вот вы можете спросить а она вообще подпадает под то что в питом считает итератором или нет да значит вот смотрите если я убрал здесь два нижних подчеркивания то он перестает считать эту штуку итератором потому что ну потому что смотрите вот что происходит вот все происходит вот здесь например форм пытается вызвать вот у этой штуки он пытается вызвать у нее метод нижнее подчеркивание нижнее подчеркивание next когда он хочет получить первый элемент поскольку вот эта штука она не список она непонятная какая-то штуковина он обращается к ней и пытается вызвать у нее вот этот самый метод нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание. Если мы этот метод не реализовали, то эта штука не работает в качестве итератора. В частности, ее нельзя использовать в зависимости от типа. Как проверить, является ли что-то итератором? Питоновский ответ состоит в том, что нужно попробовать его использовать как итератор, и если оно используется как итератор, то значит оно итератор. Это называется duck typing. Значит, утиная типизация. Название происходит от правила, что если что-то крякает как утка и ходит как утка и плавает как утка, то, наверное, это утка. Но, в принципе, вы можете формально проверить, правда ли, что у этой штуки, правда ли, что у нее есть метод. Можете проверить, правда ли, что у нее есть метод next. Если есть, то это, в общем, скорее всего, итератор. Может быть, есть какой-то более сейчас идеологически правильный способ на проверку, на то является ли что-то итератором. Но вот, это один из способов. Да, надо сказать, что, вот смотрите, как вот это все работает. Давайте мы вернем сюда next. Вот смотрите, значит, когда я создал вот этот итератор вейт 10, это объект, у которого есть, вот у которого, сейчас, давайте я его создам заново. Видите, когда я его создал, у него его n было равно 10, что логично. А теперь, вот почему, если я сделаю, если я сделаю вот так, то есть, почему второй раз никаких итераций не будет? Ну, потому что, что происходит, когда мы выполняем вот эту вот штуку? Значит, у объекта вейт 10 каждый раз выполняется метод next. Если мы, ну, и так происходит до тех пор, пока мы не получим исключения. Но при этом, когда мы дошли вот до сюда, дошли до конца, вот здесь у нас... Давайте я его еще раз заново создам. Значит, вот, к тому моменту, как мы дошли до этой строчки, у объекта вейт 10, у него атрибут n стал равен минус единице. И когда мы дошли вот до сюда, мы никак его не сбросили. То есть, for, он сам по себе не сбрасывает итератора на начало. Более того, это не всегда возможно сделать. Не всегда понятно, что означает сбросить итератор в начальное состояние. Ну, вот здесь можно было бы снова дать ему число 10. Но вот к тому моменту, как мы дошли вот до сюда, мы уже забыли. Python не имеет никакой возможности помнить, что вот этот итератор, он начинался... что вот этот отсчет мы начинали именно с 10. У нас это ни в какой переменной не сохранено. Поэтому Python не может автоматически вот в этом месте отмотать итератор на начало и заново запустить for. Вообще, у итератора, вот если вы создали итератор, вы можете от него безо всякого for просить выдать вам следующий объект. Для этого можно использовать... Ну, теоретически, можно, конечно, для этого в явном виде вызвать функцию next, значит, метод next, вот так. Но более короткий и правильный способ – это использовать функцию next, которая устроена очень просто. Она просто у этого объекта вызывает метод next. Ну, вот видно, что мы так можем вызывать-вызывать эти next. И так будет до тех пор, пока итератор не исчерпается, мы не получим stop iteration. Ну, у нас что-то такое уже было. То есть мы просматривали примеры, когда цикл for пробегался, а второй раз не хотел пробегаться. Да, у нас такое было с файлами. Да, и там похожа на самом деле история. Файл в объект – это тоже итератор. Так что действительно такое было. Ну, вот, собственно говоря, теперь, возможно, вас не удивит то, что там zip, если вы его сохраните в виде переменной, то он и был таким же свойством, он тоже итератор. Но на самом деле дальше интересно понять, а как вообще работает вот такая конструкция, как работает, например. У меня есть список. Вот почему в случае со списками он все-таки перематывает на начало. Если, казалось бы, оператор for как раз должен каждый раз просто заброшивать следующий объект, и вроде как… Почему он в одном контексте работает так, а в другом по-другому? Да, вот на самом деле тут есть два разных слова. Значит, есть итератор. Итератор – это такая штука, которая умеет возвращать следующий объект по запросу. Но список не является итератором. У списка нет метода next. Ой, что-то я сегодня заговариваюсь. Так, как видите, у списка нет метода next. А как же тогда работает for? А for работает вот как. Он сначала от списка вызывает метод iter. Помните, в самом начале, когда мы обсуждали создание итераторов, я сказал, что там должен быть метод iter. Оказывается, метод iter есть не только у итераторов, в частности, он есть у списка. И что он возвращает? Он возвращает итератор, который будет уже перебирать элементы этого списка. Ну, давайте посмотрим дальше. Вот у меня был список. И давайте я сделаю итератор. И вот я могу теперь от этого итератора брать следующие элементы. Все, итератор закончился. Со списком все в порядке. Список каким был, таким и остался. На список мы вообще никак не повлияли. Но вот конкретно вот этот итератор, который я сейчас только что создал, он закончился, он исчерпался. Да, но ничего не мешает мне создать новый итератор. И снова его проитерировать. Более того, я могу, например, в какой-то момент прерваться, мне надоело его итерировать, я создал его заново и снова итерирую. Он снова итерирует сначала. Вот такие вот штуки, у которых хранят в себе какие-то объекты или не хранят. Ну, в общем, короче говоря, штуки, от которых можно попросить, чтобы они вернули свой итератор, они называются итерабл. Итерируемуе. То, что, ну, как бы, в общем, итерабл. И вот список является, он не является итератором, но он является итерабл. И на самом деле цикл for устроен так. Он для того объекта, который здесь написан, он сначала вызывает метод итер, получает от него итератор, а потом начинает итерировать этот итератор. Ну, то есть, вы уже поняли, да, как сложную жизнь устроена? То есть, вы уже поняли, почему я не стал вам про это рассказывать в тот момент, когда первый раз показывал ZIP? Он пытается создать новый итератор. Ну, вот смотрите, давайте специально сейчас сделаем такой класс. значит, как-нибудь я его назову. Дебаг итератор. Значит, он будет... Значит, у него будут следующие штуки. У него пусть будет... Ну, хорошо, давайте я его на основе вот этого вот класса сделаю. Давайте мы сюда добавим... Кринтос. Кринтос. Ну, ладно, тут не нужно ничего писать. То есть, это идея, что лидер-пифер его может писать на себя, а что-то в другой разности. Да, можем. Вот давайте посмотрим. Значит, я добавил сюда отладочных принтов. Кажется, считается, что настоящие программисты не используют отладку с помощью принтов, они используют отладчики. Специальные программы, которые позволяют выполнять код по строчкам. Но я использую принты. И, кажется, на самом деле все используют принты. Но скрывают. Давайте посмотрим, что будет происходить. Что ничего не происходит? А, потому что мне нужно было сделать не countdown, а дебаг итератор. Значит, смотрите, во-первых, сначала у меня выполнилась вот эта вот штука, и она создала новый итератор. У меня сначала выполнился вот этот init. А потом for запустил от того итератора, который у нас получился, запустил функцию итер. Она ему вернула self, то есть вернула самого себя. Но так иначе она запустилась. Это первое, что делает for. Он от того объекта, который находится справа от in, он от него запускает итер. Итер вернул нам что-то. В данном случае он вернул нам тот же самый объект. И после этого for стал требовать от него следующий элемент, и так до тех пор, пока он не исчерпался. Можно было бы сделать что-нибудь такое. Ну, положено. Так. Давайте. То есть цикл for применяет метод итер даже ко всему. То есть мы ему дали итератор, а он все равно к нему применил метод iter. Да, потому что ему лень разбираться, кого ему подсунули. Да, давайте здесь вот сделаем. Вот смотрите, что произошло здесь. Значит, вот тут я создал вот этот самый myIterval, который вот этого класса. После этого вот на этой строчке ничего не произошло больше. Давайте я вот сюда поставлю print. Интересно. Да, правильно. Значит, на этой строчке больше ничего не произошло. Дальше напечатался вот этот let's begin. Вот он. После этого for выполнил метод iter от вот этого класса myIterable. Вернулся вот этот debug итератор. И после этого создался новый итератор. Вот такой. И после этого дальше его элементы начали перебираться. Собственно говоря, если я теперь сделаю вот так. Вот как вы думаете, что сейчас будет? Он покажет что-нибудь во второй раз или нет? Покажет. Покажет. Потому что он заново создал, потому что вот в этом for он заново вызвал итер, и этот итер заново создал debug итератор, который начинается с тройки. Хорошая новость во всей этой истории состоит в том, что, в общем-то, совсем не обязательно знать все эти подробности для того, чтобы пользоваться питоном в 95% случаев. Плохая новость состоит в том, что оставшиеся 5% случаев существуют, и если всего этого не понимаете, то, в общем, тоже есть риск на пару раз какую-нибудь проблему, которую можно обойти, но... Вот. Окей. Как? Стало что-нибудь понятное или не очень? Я боюсь, что сейчас публика разделилась на две категории. Те, кто изучали объектно-эффективное программирование на примере Java и сейчас удивляются, почему тут все не так, или наоборот, находятся знакомые, и те, кто не изучали, и сейчас находятся в полной прострации. Задайте какой-нибудь вопрос, если вы находитесь во втором состоянии. Ну, то есть, на самом деле, как бы жизнь становится сложнее, потому что... Ну, раньше у нас была какая-то простая история. Мы писали какие-то понятные строчки, питон их выполнял. А сейчас вдруг выясняется, что на самом деле под капотом питон выполняет еще кучу всего, и заранее так как бы снаружи-то не видно, ну, что он там внутри делает. А оказывается, вот он делает много всякого. Кто мог подумать, что оператор for вызывает какие-то непонятные итеры, next и прочее. И номерейт тоже итератор, да. Ну, чем хороши итераторы? Вот почему в питоне в какой-то момент очень полюбили итераторы, но тем, что они нисколько памяти не занимаются. То есть, ну, вот, например, например, в питоне 2 была функция range и была функция xrange. И вот функция range, она буквально возвращала список, который состоял из чисел 0, 1, 2, 3 и так далее. А в питоне 3 сейчас range возвращает специальный объект, который является итерабл, и который не содержит в себе никаких чисел. Он содержит только информацию о начале и конце, и больше ничего. И он не занимает места в памяти почти нисколько. То есть, даже если я здесь напишу, даже если я вот так вот напишу, вот эта штука, она все равно занимает место в памяти не сильно больше, чем просто вот это число. А если я из нее создам список, вот такой, боюсь, что сейчас будет. О, memory error, пожалуйста. То есть, вот такой список я даже вообще в памяти уместить не могу. Я не могу превратить, я не могу превратить вот этот range. Но при этом, если я напишу цикл, который у меня будет по этому range проходиться и что-нибудь там делать. Давайте его печатать. Ну, как бы вот он на самом деле сейчас будет работать, ну, возможно, я не знаю, солнце успеет взорваться или нет. Ну, то есть, он может работать долго, но при этом он будет работать. У него память не переполнится. А переполнение памяти – это в некотором смысле более плохая история, чем если у вас просто возникает что-то, что медленно работает. Потому что когда у вас память переполняется, там есть риск, что у вас вообще все зависнет, если операционная система с этим не справится. Вот. Ну, в общем, короче говоря, да, всякие вот такие штуки, типа zip, enumerate и так далее, все итераторы. И мы, на самом деле, мы не видели с ними больших проблем, потому что мы, как правило, не создавали zip отдельно. То есть, вот у нас была, как правило, вот такая вот ситуация. Значит, мы говорили, окей, нам нужно перебрать элементы вот этих вот двух массивов. Ну, вот мы сразу вот так вот и писали, точнее, списков. Ну, а потом еще раз пришлось это сделать. Ну, мы вот еще раз так же написали. Но вот если бы вы в какой-то момент подумали, а зачем мне тут второй раз писать вот этот zip? Давайте я просто один раз создам объект, соответствующий этому zipу, и пусть мы просто его используем дважды. Вот так. И в этот момент вы бы напоролись бы на проблему. То есть, мы ее счастливо избегали, но просто потому, что никому не приходило в голову написать вот такой код. Но это не значит, что вам бы не пришло в голову это сделать в этот момент. Вот. Ну, хорошо. Давайте, чтобы показать, наоборот, что-нибудь приятное, давайте я покажу вам Etertools. Etertools – это совершенно чудесная библиотека, которая служит для того, чтобы работать с Etertools, операциями, и она умеет делать всякие классные штуки. Например. Дильный. Подписываем. Комин farmates. Удачи. Это удачи. 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 Итертулс-продакт делает скалярное произведение двух итераторов. На самом деле вот такая штука эквивалентна вот такому вложенному циклу. Вот это то же самое. Но при этом здесь можно поставить не два итератора, а больше. Но тут не обязательно итераторы или iterable, неважно что. Например, можно сделать вот так. Давайте просто в листья превращу. Итертулс-продакт. Ну и вот, пожалуйста, декабрь-топроизведение трех элементов. Да, перестановки делаются вот так. Пожалуйста, перестановки. Вот вам перестановки. Комбинации. Давайте я что-нибудь другое сделаю. В range 10 по 3. Значит, видите, он возвращает мне итератор, поэтому я каждый раз приходит его оборачивать в листь. Значит, пожалуйста, это все комбинации из range 10 по 3 элемента. Вот. Ну, это такая комбинаторика. Чего еще умеют делать итераторы? Чего еще умеют делать итертулс? Так, я всегда путаюсь, какие-то такие сочетания. Сочетания – это те, которые с учетом порядка. А, в смысле, мы хотим… Нет, нет, нет. Он как раз… Это он как раз вывел все без учета порядка. То есть, здесь это как раз все уникальные тройки. Это те штуки, у которых c из 10 по 3. Если вы хотите… Ну, вы можете каждую из этих штук потом попереставлять с помощью permutations, на самом деле. Давайте что-нибудь еще покажу. Ну, вот дело в том, что итераторы могут быть потенциально бесконечными. Собственно говоря, можно… Вот в самом себе итертулс есть штук, который называется count. Спасибо. 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 это потенциально это как бы бесконечный итераторы true tools каунт который просто считает числа 1 2 3 4 и так далее до бесконечности можно думать что это такой итератор в котором есть это такой как бы список которым есть бесконечно много чисел но даже несмотря на то что ну да собственно из-за того что итератор бывают бесконечными от них нельзя брать обычные средства но зато можно использовать это ртул сайсом называется например я могу взять элементы у этого итератора с 3 14 и это будет некий новый итератор но вот этот ратор будет уже конечно вот на самом деле на самом деле итератор вот чем хороши смотрите дело в том что итератор можно создавать на ходу с помощью так называемого генератор expression но вот помните я показывал вам выше что сейчас где-то мы тут считали количество и на самом деле вот здесь вот скобочки можно вот эти вот убрать квадратный и он тоже будет работать чудесным образом более того будет работать не то что чудесным образом он будет работать лучше чем раньше а дело в том что вот что происходит если вы пишете если вы пишете вот такую штуку то есть происходит следующее сначала создается список который состоит из true и false а потом от этого списка считается сумма но на самом деле для того чтобы посчитать сумму всех элементов списка вам не нужно иметь перед глазами этот список вам нужно просто иметь возможность перебирать элемент этого списка дополнить самом начале мы писали цикл фо с помощью которого просто складываются все элементы списка вы каждый раз обрабатывали по одному элемент просто добавляли его в некоторый аккумулятор и поэтому вот здесь вместо списка вот этому сумму ему можно передавать и траток а и в частности есть такой способ создать и траток а значит нужно использовать то же самое что есть компания вот так но вместо квадратных скобок использовать круглые если посмотреть сейчас на тип этой штуки а эта штука называется генератор но неважно это на самом деле частный случай на самом деле вот этот способ создать на лету генератор создать на лету итератор который будет возвращать соответственно вот те элементы которые здесь написаны то есть вот эта вот штука она нисколько места памяти не занимает потому что она просто инструкция по поводу того как элементы генерировать но если я теперь ее скормлю функции сумм то она чудесным образом все их переберет и просуммирует кстати почему 7 и не 8 да это не то что проверил есть там next или нет это я его выполнил и он не выдал свой первый элемент то вот если бы я сейчас нарисовал бы список соответствующий то он выдал вот это вот true но при этом поскольку поскольку вот эта штука это итератор то когда я этот первый элемент выдал он про него полностью забыл поэтому остальные элементы остальных элементов осталось 7 штук вот на самом деле тут есть такой распространенный паттерн вот представьте себе что вы хотите найти первый элемент в массиве в первый элемент какого-нибудь списке который удовлетворяет определенному условию например вот у вас есть список и вы хотите допустим он состоит из чисел и вы хотите найти его первый скажем 1 найти его первый положительный элемент а ну вот такой обычный способ примерно такой но вы будете просто перебирать все элементы по одному и если какой-то элемент окажется положительным то вот вы его допустим напечатаете и сделаете брейк но какой-то return генератор не понял а можно было бы да а значит но смотрите на самом деле можно вот эту задачу найти первый первый положительный элемент можно решить так что здесь произошло вот здесь был создан генератор который теоретически содержит в себе все положительные элементы вот этого списка майлист но на самом деле поскольку это именно что итератор он не выполнял вот этого цикла вот этого цикла вот этого цикла for до конца а он собственно говоря вообще когда он был создан он ничего не выполнял он просто запомнил что нужно когда его попросит следующий элемент что нужно будет перебирать элементы цикла майлист до тех пор пока он не встретит положительный а когда мы вызвали вот эту функцию next мы как раз просто попросили ну как следующий элемент этого итератор поскольку этот итератор только что создан то это означает что мы попросили просто первый элемент этого итератор вот это такое довольно распространенный паттерн когда вам нужно получить первый элемент чего-нибудь какого-то на самом деле любого итератора который удовлетворяет определенным условиям этого так всегда можно сделать да потому что я еще раз заново на ходу создаю вот это вот вот этот вот итератор да нет нет с точки зрения производительности вот этот синтаксис одинаковый и тот и тот и тот и тот по памяти ничего не требует но вот этот синтаксис он немножко более компактный и в некотором смысле более понятно если к нему привыкнуть а как бы вот этот вот синтаксис он какой-то ну так заранее не поймешь что здесь будет происходить ну да мы будем перебирать элементы списка майлист что мы с ним будем делать зачем а тут сразу понятно мы хотим выбрать один элемент который удовлетворяет вот этому условию сразу же видно вот ну хорошо в общем дошли мы до каких-то довольно эзотерических вещей в питоне есть какие-то вопросы думаю что нет я не помню где это могло пригодиться а не за там можно не за там кажется можно и без этого там 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 просто сортировка и что-то такое ну да тем более окей ну просто для того чтобы что-то для того чтобы найти максимума в любом случае надо до конца дойти и максимум тоже работает эффективно да другое дело что другое дело что вот как бы если вы опять же ну вот например вот такая вот штука она на самом деле тоже будет эффективно по памяти она не будет она не будет сначала создавать вот такой вот массив а потом его перебирать она будет просто она будет просто перебирать элементы вот того объекта который у нас написано вот здесь это уже будет долго окей ну что все тогда на сегодня